Сунта не часто балует нас новинками и каждые новые часы от финского бренда воспринимаются как праздник. Особенно если в часах есть что-то, что мы до этого в часах Сунта не видели. Собственно Vertical как раз тот самый случай. Автономность до 60 часов в режиме тренировки, Dual Band GPS, сапфировое стекло, полноценные карты и это еще не все, что может предложить новый флагман бренда. Часы получили корпус из стали с сапфировым стеклом, которое закрывает цветной матричный дисплей диагональю 1,4 дюйма, разрешением 280х280 пикселей. На обратной стороне расположен оптический датчик частоты сердечных сокращений с возможностью измерения кислорода в крови. Ремешок сделан из силикона, имеет быстросъемное крепление. Произведены и собраны часы в Финляндии, весят 86 грамм. Управление реализовано при помощи сенсорного дисплея и трех кнопок, расположенных на правой стороне часов. Корпус защищен от влаги и способен погружаться на глубину до 100 метров. По заявлению производителя, часы способны нормально работать в диапазоне температур от минус 20 до плюс 55 градусов. Время автономной работы до 30 дней в режиме смарт-часов с оптическим ЧСС и уведомлениями, и до 60 часов в режиме тренировки с посекундным GPS и отслеживанием ЧСС через оптический датчик. Часы получили новый чип GPS и поддерживают GNSS, работают со спутниками GPS, GLONASS, GALILEO, QSSS, Beidou. Со спортивными датчиками соединяются по Bluetooth Smart, для загрузки карт требуется подключение к сети Wi-Fi. Внутри часов есть барометрический алтиметр, термометр, вибромотор и динамик-пищалка. По дизайну часы напоминают Sunto 9 Peak, виден фирменный стиль компании, только сами часы стали намного больше и массивнее. Это не хорошо и не плохо, это другие часы с большим дисплеем, большей батареей и временем автономной работы. Обзор на Sunto 9 можно посмотреть вот тут вот в подсказочке или оставлю его в описании к этому видео. Механика управления при помощи сенсорного дисплея и трех кнопок перешла сюда с предыдущих версий часов, собственно, как и само меню, его реализация и то, как происходит навигация по меню. Как и в предыдущей версии, меня здесь немножко расстраивает отсутствие полноценной клавиши назад, которая бы всегда отвечала только за возвращение назад. Вместо нее мы можем либо делать свайп по экрану назад, который переносит нас на основной экран, либо использовать среднюю клавишу, при зажатии которой она нас либо назад возвращает, либо опять на начальный экран. Либо, когда мы глубоко путешествуем по меню, там есть специальная кнопочка назад, но до нее не всегда просто доскролить, то есть приходится прямо листать, 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 чтобы на нее попасть и потом только на нее нажать. То есть мне лично клавиша назад отдельная была бы намного удобнее. Но что имеем, то имеем. Производитель считает, что данная вариация управления для таких устройств подходит хорошо. К кнопкам управления вопросов нет. Они хорошо работают, крупные, хорошо сегментированы, их легко найти вслепую, у них достаточно большой ход и отчетливый щелчок во время нажатия, который дополнительно дает понять о том, что вы совершили действие. Сенсорный экран работает хорошо, когда сухой, когда влажный, сильно теряет чувствительность. При нажатии верхней клавиши мы переходим в раздел тренировок. При нажатии на центральную клавишу мы начинаем пролистывать экраны с данными, которые можно отдельно настроить в приложении. При нажатии на нижнюю клавишу мы попадаем в меню часов с картами, компасом, журналом тренировок и прочими настройками. Основные настройки часов манипуляции с картами и навигация производятся в мобильном приложении Сунта. Это ваш главный центр управления всем, что связано с настройками, и с аналитикой данных, и с подключением сторонних сервисов. Дисктопного приложения у компании до сих пор нет, и, честно говоря, непонятно, собираются они его возрождать или нет. Дизайн, доставшийся часам от предыдущих устройств компании, я считаю плюсом, потому что он самобытный, довольно интересный, особенно мне нравится, как сделан в районе кнопок, но, к сожалению, здесь вместе с узнаваемым дизайном фирменным перешло и старое железо, которое, к сожалению, в новом устройстве и вот в 2023 году работает не так хорошо, как хотелось бы это раз, а во-вторых, не так хорошо, как у конкурентов. И очень сильно это выражается в простой навигации по меню устройства. Довольно часто можно наблюдать фризы, которые порядком надоедают, когда вы путешествуете по меню или выходите из раздела тренировки. Не понимаю, как удается совмещать в одном устройстве такую хорошую работу карт и такую паршивую работу меню. Хотя, казалось бы, оптимизировать навигацию по устройству первое дело. Но ладно, это был бы еще сырой продукт, можно понять. Но часы уже продаются почти полгода, но пока это не поправили, если вообще поправят, зная, как обновляются устройства сунта. Если к старому железу в плане навигации по устройству есть вопросы, то вот к тому, как часы работают в картах, как они работают с GPS и как реализована энергоэффективность устройства, тут вообще вопросов нету и это определенно очень большой плюс, особенно для спортивных часов. Карты загружаются через приложение Сунта. Для этого нужно обязательно подключить устройство к Wi-Fi и зарядке, иначе ничего не будет грузиться. Карты довольно много весят, но в часах есть порядка 27 гигабайт свободной памяти для карт и приложений. Карты не самые подробные, лучше всего подходят для составления маршрута. В городе делается все через приложение Сунта на смартфоне и потом при синхронизации отправляется на часы. Далее заходим в карты, выбираем там маршрут и запускаем по нему тренировку. Масштабировать карты можно при помощи кнопок, передвигаться по карте можно при помощи кнопок и сенсорного экрана. Во время навигации часы будут сигнализировать вам, когда вы приближаетесь к повороту, показывая направление на дисплее и расстояние до него. Либо можно отслеживать свое положение прямо на карте, где и будет отображаться трек. Во время тестирования я использовал часы в режиме максимальной точности, хотелось посмотреть, как они работают в городе, как они работают за городом и на открытой воде. Запись трека на самом деле меня порадовала, потому что в городе нет такого, что срезаются очень сильно углы. Это происходит, ну, у меня, в частности, довольно в редких случаях, в парковых, лесопарковых зонах. Вообще с записью трека все хорошо. Что касается записи трека на открытой воде, еще до того, как часы попали ко мне в руки, я посмотрел обзоры других блогеров, и там проскакивало то, что в открытой воде часы работают откровенно плохо. Я видел треки и немножко засомневался, когда сам начал использовать их на открытой воде. Но удивительно, у меня на открытой воде треки записываются очень хорошо, маршрут ровный, длина маршрутов всегда очень близка к реальной, и каких-то проблем с тем, что сигнал где-то терялся по треку или прыгал в разные стороны, я вообще не наблюдал. Поэтому вот что-что запись плавания на открытой воде меня прям порадовала. Спутники часы находят тоже довольно быстро, буквально выходишь на улицу, и через 10 секунд можно уже начинать тренировку, потому что спутники нашлись, и часы готовы записывать трек. Если нужно увеличить время автономной работы на тренировке, и вы готовы немного пожертвовать точностью, то в настройках можно изменить режим работы GPS. Есть три настройки. Результативность, выносливость и ультра. Каждая из них увеличивает срок работы от аккумулятора, но ухудшает точность. Плюс есть пользовательский режим, который можно настроить самостоятельно. Оптический датчик ЧСС, который в вертикал установлен, он очень похож на тот, что был в предыдущих часах Сунта. И, честно говоря, мне кажется, что это тот же самый датчик, немножко допиленный именно программно. И то, как он работает в вертикал по сравнению с девяткой, мне нравится, честно говоря, немного больше, потому что в покое он довольно корректно определяет пульс. Во время беговых тренировок, если это спокойные тренировки, длительные там или восстановительные, тоже пульс определяется довольно хорошо. Есть ложные пики в самом начале, и почему-то они бывают еще в конце тренировки. Но в целом во время спокойного бега все довольно хорошо. Если это интервальные тренировки или какие-то фартлейки, темповые тренировки, то там очень много ложных пиков, когда уже вы перестали бежать быстро, то есть у вас закончился отрезок, или, к примеру, вы просто сбрасываете скорость, часы могут еще довольно долгое время показывать, что пульс очень высокий у вас, или он прямо растет. И вот это немножко смущает, конечно, в том, как работает оптический датчик. Но среднее в целом за тренировку плюс-минус он показывает нормально. Также часы умеют замерять пульс во время плавания, что на открытой воде, что в бассейне. Я сравнивал пульс с моими Vantage V2, которыми пользуюсь постоянно, и по ощущениям и по данным вертикал немножко завышают пульс в воде. Но, как всегда, напоминаю, что в случае с любыми оптическими датчиками ЧСС, нужно помнить, что их точность ограничена технически, и на нее может влиять большое количество факторов, плюс и то, как надеты часы на руку, так что обязательно читайте инструкцию. Ну и не стоит на все 100% доверять данным с оптических датчиков, особенно в бассейне и на открытой воде. Если нужны максимально точные данные, используйте нагрудный датчик частоты сердечных сокращений. Расстояние в бассейне часы подсчитывают почти хорошо. Почему почти? Потому что, если вы, к примеру, всю тренировку плывете одним стилем, то 99%, что часы посчитают все правильно. Если вы смешиваете стили, к примеру, довольно простые, как кроль и спина, то часы могут как и убавлять расстояние, так и прибавлять. Почему, я еще не понял, но вот такая вот тенденция есть. Поддерживают часы большое количество спортивных профилей, структурированные тренировки, мультиспорт. Внутри самой тренировки можно найти дополнительные настройки по тренировкам, выставить длину бассейна, включить дополнительные нотификации, изменить тему отображения со светлой на темную, настроить экраны, пульс и работу с GPS, если это нужно. Тренировочную аналитику можно смотреть в часах, но тут она представлена в урезанном виде. Максимально широко отображается в приложении, там можно найти развернутые данные и по тренировкам, и по восстановлению, плюс рекомендации по отдыху. Часы выполняют и функцию трекера, отслеживают вашу статистику по шагам, потраченным калориям, отслеживают дневной пульс, сон, ночной пульс, отображают вашу энергию в течение дня, но с этим довольно странно, я так и не понял, что на нее влияет, сон, поздние или ранние тренировки, количество дней восстановления, в общем, довольно странный и не вполне определенный показатель, который очень часто не соответствовал субъективным ощущениям. Кстати, после каждой тренировки часы пишут, сколько вам нужно отдохнуть для полного восстановления. А в приложении можно посмотреть, как тренировочная нагрузка на данные тренировки и в тренировочном цикле влияет на ваш прогресс. Опять-таки, ко всем этим рекомендациям, которые дают часы и приложения, призываю относиться не так серьезно. Рекомендации по восстановлению, конечно же, нельзя игнорировать и лучше немножко больше отдохнуть, чем загнать себя в яму и потом очень долго из нее вылезать. Но вот разные метрики по нагрузке тут определенно не самые точные, поэтому всегда слушайте свой организм. А часы это просто инструмент, который нужно правильно применять. В зависимости от поставленных целей, часы будут сигнализировать вам о пройденных шагах, сожженных калориях. Если используете смарт-нотификации, то на дисплее часов будут отображаться сообщения и звонки. Отвечать на звонки с часов нельзя. Также тут есть возможность управления музыкой с телефона. Загружать музыку в сами часы тоже нельзя. В повседневном использовании часы комфортные, они хорошо сидят на руке, без острых углов, не впиваются вам в запястье. Крепление ремешка к корпусу сделано так, что между часами и рукой фактически нет зазора. Доступ к кнопкам свободный, они расположены так, что при сгибании руки нет ложных срабатываний. Сборка часов отличная, не прикопаться. Радует то, что собирают их до сих пор в Финляндии. Материалы очень приятные, да и общее впечатление от часов хорошее, если бы не работа с меню. Изменился дисплей и подсветка. Дисплей стал намного ярче, очень хорошо читаем в любых условиях. Подсветка с датчиком автояркости работает корректно. Гироскоп работает хорошо во всех случаях подъема руки. Подсветка загорается вовремя. Если сравнивать дисплей у Vertical и 9-ки Peak, это очень большой шаг вперед для устройств Sunto. И дело даже не в том, что этот дисплей большой, он просто лучше по всем параметрам. Часы довольно крупные, если во время повседневного использования это не сильно бросается в глаза, то вот спать с ними будет удобно не всем. К таким габаритам нужно будет привыкать, особенно после той же самой 9-ки. На данный момент это лучшие часы, которые производила Sunto. Они 100% заточены под спорт, с хорошим временем автономной работы, оффлайн картами и довольно точной навигацией. Есть еще версия Solar, у которой сделана вокруг дисплея солнечная панель и имеется солнечная зарядка. Они живут немного дольше в режиме тренировки и, собственно, в режиме обычного использования. Но, понятное дело, стоят дороже. Определенно рекомендую присмотреться к новым Vertical, в первую очередь, фанатам Sunto. Кто еще сидит на старых Embit'ах или Spartan'ах, к примеру, обновляться 100% можно и нужно. Для тех, кто перешел с Sunto в свое время на другие бренды, не думаю, что обновляться нужно, потому что вот на данный момент все-таки компания находится в числе догоняющих. Ну, а если вы внезапно решили заняться спортом и хотите себе хорошие спортивные часы, то Vertical определенно стоит дать шанс. В описании вы сможете найти и другие обзоры спортивных часов, в том числе и Sunto. Пишите, что думаете по поводу новых Vertical. Может быть, кто-то из вас уже бегает, так что поделитесь своим впечатлением. А с вами был Кирилл Цветков в обзоре спортивной экипировки. Всем бег, пока!